Привет всем! В этой карантинной самоизоляции я вдруг решил сделать то, о чем мечтал давно — пересмотреть фильм «Чужие». Это один из моих любимых фильмов. Я его смотрел уже три раза. В этот раз я решил посмотреть наконец на английском языке, потому что до этого я вдруг выяснил, что его смотрел все время на языке русском. И в том, что называется режиссерская версия — Director's Cut. Оказывается, там было полно вырезанных сцен, причем некоторые из них многое объясняют по ходу пьесы, ну если реально вдаваться в сюжет. У него и крайне интересная история создания. Ну, в принципе, вы сами это можете все почитать. Она довольно подробно описана на странице Википедии. Даже на русском языке там есть о том, как, например, были терки между режиссером и съемочной группой, потому что снимал не Ридли Скотт. И, в общем, все остальное. Но суть не в этом. Сигурни Уивер в детстве была одной из моих любимых актрис, при том, что нельзя сказать, что она там какая-то мега-красавица или у нее там какие-то очень выдающиеся железы и так далее. Ну, просто вот в силу того, что я в свое время запал на этот фильм, вот меня как бы торкнуло. Плюс крайне интересно наблюдать, как изменилась конъюнктура подачи визуальных образов, потому что что в первом фильме, что в втором они там все курят, например. Сейчас это уже невозможно представить, чтобы человек закурил в космическом корабле или на космической станции. То есть сейчас идет некий возврат к этому, но это уже выглядит как некий, знаете, коньяки вызов устоявшимся законам. А тогда это было абсолютно органично. Но речь не об этом. Я, когда гуглил, соответственно, информацию про историю этого фильма на досуге, я вдруг выяснил, что оказывается Сигурни Уйвер, моя любимая и прекрасная, после того, как снялась в фильме, где она играла маму Гея, стала очень такой ярой и активной сторонницей прав ЛГБТ. И это коснулось отчасти и ее отношения к России. Я сразу хочу сказать, что я вообще ни разу не гомофоб. У меня было об этом несколько выпусков. Я с геями работал. Я геев даже нанимал на работу. И геев, и лесбиянок, и так далее. Особенно в тот момент, когда я был главным редактором глянцевых журналов. То есть, это было абсолютно нормально, потому что если человек гей, то он понимает в моде, а мне нужны были люди, которые бы хорошо писали про моду. То есть, у меня с этим абсолютно все нормально. Чего я не понимаю, это, знаете, это как случай с толерантностью. То есть, когда ты толерантен-толерантен, а потом вдруг выясняется, что у тебя, как, не знаю, белого человека вообще не остается никаких прав. Вот здесь то же самое. То есть, какие-то уже идут гиперболы, преувеличения определенных моментов. И я знаю геев, которых тоже это раздражает. То есть, они не понимают, зачем это. Ну, то есть, особенно в таких разных странах, как Соединенные Штаты Америки, допустим, или Франция, где уже признаны однополые браки. Ну, то есть, уже есть определенные права и прочее. То есть, полноправие практически во многих областях. Ну, нафига педалировать и раздражать всех остальных людей этим. Это такая преамбула. Но я бы вам хотел зачитать отрывок из интервью Сигурни Уевер. Например, я хочу извиниться сразу за перевод. Он такой очень условный, потому что там не все лично. Мне было понятно, но не суть важная. Знатоки английского языка, если что, меня поправят. О России. И стоит ли нам бойкотировать Олимпиаду в Сочи? Я невероятно удивлен тем, как Путин, ну, окапывается на самом деле, как бы там, внедряется. Становится настоящим диктатором. Он был своего рода тайным диктатором. А теперь, после всего, что он сделал, стал диктатором полным, явным. Настали пугающие времена. Это происходит прямо на наших глазах. Мне трудно поверить, что мир ничего не может предпринять, чтобы спасти молодежь и этих девушек. Пусть и рает. Это безумие, когда кто-то говорит, в этой стране ты не можешь быть собой. Я думаю, что очень трудно сказать этим молодым людям, которые так усердно тренировались, что мы должны бойкотировать Олимпиаду. Но я думаю, что это прекрасная возможность дать понять, что об этом думает мир. Далее предложение, которое я не могу точно перевести, но смысл его заключается в том, что Олимпиада – это прекрасный способ, чтобы продемонстрировать, как это замечательно быть геем. Ну и вопрос, как тут можно устоять. То есть, на самом деле, вот даже здесь видно, что под всеми этими санкциями ВАДа есть некий подтекст, который был шит белыми нитками как раз в тот момент, когда вся эта история разворачивалась. Я пил чаек с профессиональной биатлонисткой, она мне на пальцах объяснила, как вообще происходит процесс контроля за спортсменами со стороны антидопинговых комитетов и как это происходит во всем мире. Когда нет рычагов давления военных, есть рычаги давления экономические санкции, ну и такие вот морально-нравственно-имиджевые и прочие, в виде, например, недопуска спортсменов на Олимпиаду. Сделать ты с этим ничего не можешь, а унижения полнейшие. Ну и спасибо Сигурне Уевер за ее скромный вклад в деле дисквалификации спортсменов и за то, что малая часть наших спортсменов, которая таки была допущена на Олимпиаду, шла единственная в своем роде не под национальным флагом, а под какой-то тряпкой. Чтобы все видели, что вот они изгои вышагивают, которых, ну вот, старший брат со своего позволения допустил принять участие в этом действии. И в этой связи я бы хотел поговорить о, не то чтобы разочарованиях, ну я не разочаровывался, но моя любимая поговорка, которую я все время употребляю, и многие из вас ее знают, не стреляйте в артистов, таксистов и бледей. Они работают при всех режимах, это правда. И я когда брал тоже интервью у разных там актеров и музыкантов, я сталкивался с тем, что ну афиг ли, да. И у меня была даже ситуация, когда вот там я был главредом, и одна моя прекрасная подопечная задала мне вопрос, а вот если бы там Единая Россия попросила бы тебя там что-нибудь напечатать, что бы ты сделал? Я не задумываясь ответил, что я бы, естественно, это напечатал. И на мой недоумненный вопрос, почему, я и сказал, ну, возможно, ты еще слишком молода и не понимаешь разницу между ремеслом и действительно независимой позицией. Когда ты в СМИ, ты не можешь быть независимым, как бы тебе ни хотелось. Впрочем, у меня есть об этом отдельный выпуск, кому интересно, я размещу ссылку вот там. Он из другой области, он из серии перед блог. И у меня, естественно, есть набор любимых артистов. Тут вот мы с Егором Яковлевым недавно запилили клип про белых чехов, и у меня там была такая фраза, что я не голубой, я красный. Естественно, в силу определенных предпочтений, определенной части аудитории все решили, что речь идет о красном знамени. Вот насколько как бы важна коннотация, это из серии, как была гениальная статья в журнале Esquire в свое время про одного рекламодателя, который говорил «Уберите красный цвет, он напоминает мне кровь». Я, естественно, имел в виду Red Hot Chili Peppers, потому что с этого начался мой псевдоним, но это была одна из причин, почему он возник и так далее. И Перца – это была группа для меня всегда номер один, я ее очень любил и продолжаю любить. Просто в последнее время вообще, в принципе, меньше музыки стал слушать и так далее. И когда началась вот эта вот эпопея с «Пусть и Раэт», стопроцентный пиар-проигрыш нашей власти, впрочем, у меня и об этом был отдельный выпуск, я ссылку на него тоже помещу здесь в описании, потому что он был снят давным-давно, и я уверен, что не все из вас его видели, даже в курсе, что он был, то музыканты мировые, во-первых, не разобравшись в ситуации абсолютно, во-вторых, решив, что «Пусть и Раэт» – это действительно некая панк-группа, хотя, конечно, от того, что она панк-группа у настоящих панков-музыкантов, я имею в виду, от этого возникают некоторые вопросы. И они выступили в поддержку этих девчонок, ну вот, например, Антони Китис, выступая в Москве, напялил футболку с надписью и с ней вытанцовывал. Не то чтобы мне было неприятно, я просто понимал, что на самом деле в этом нет такой действительно личной заинтересованности, просто на Западе есть одна вещь – это такой диктат либеральной идеи. То есть, если ты хочешь быть в тренде, то ты должен поддерживать экологию, в Бразилии леса вырубают, ты должен участвовать в акциях в поддержку этого, ты должен поддерживать какие-то секс-меньшинства, ты должен, естественно, поддерживать всех политзаключенных и так далее. Неважно, что иногда ситуация бывает, как там принято говорить, more complicated, ну, как бы ты же не будешь в этом разбираться, ты слушаешь то, что тебе вещают местные СМИ, и ты им веришь абсолютно. Перцы были первыми, но не единственными. Дальше пошла Мадонна. Ну, в смысле, я, естественно, говорю не в той хронологии, как это происходило, а так, ну, чисто произвольно. Мадонну я тоже очень сильно уважаю. У нее есть совершенно потрясающие песни, которые… То есть, это не та попса-попса прямо, да, это прямо вот попса, до которой до сих пор многим нашим исполнителям, как до луны, хотя у нас идут сейчас очень здравые перемены в лучшую сторону, и вот небезызвестна вам группа Little Big, тому яркий пример и так далее. Мадонна, естественно, вписалась, потому что она всегда на этом играла, в принципе, на всех этих феминистических, гендерных и прочих вот историях. Пол Маккартни, ну, не то, что прямо я его фанат, но это как бы, то есть, это человек на педестале, то есть, к нему уже вообще никаких вопросов и претензий. Группа Beatles – это, как, я даже не знаю, Николай II для монархистов, а Ленин и Сталин для коммунистов, да, то есть, это мировое наследие и без базара. Но вот, чего я не знал, на самом деле, о чем я узнал совершенно случайно, это о поведении группы Faith No More. Дело в том, что это вообще одна из моих любимых групп в молодости была, и Майкл Паттон, он, помимо всего прочего, еще создал в свое время проект Фон Томмасс. И они приезжали в Москву, я тогда жил как раз в Москве, поэтому я могу сказать, что это было либо в 2004-м, либо в 2005-м году, летом дело обстояло, и это совершенно просто какой-то чумовой проект, он не для всех явно, ну и Faith No More, может быть, не для всех, но она такая все-таки более попсовая, тем более они там адаптировали ряд известных песен, Изи, например, да, то есть, кавер у них был такой совершенно не металкоровский. И вот они соединились на старости лет, приехали в Москву, и под конец, соответственно, их выступления на сцену выскочили, значит, девушки в масках, а потом уже сам Паттон вышел, соответственно, в маске и начал петь. Я не был на этом концерте, но, судя по отзывам, реакция на это все была неоднозначная, то есть, особенно на появление этих дивных барышень, доставили некоторые заголовки. Вот я вам сейчас отдельные примеры приведу. «Голос Америки» журналист Джеймс Брук пишет о том, что Паттон, вокалист американской рок-группы Faith No More, во время своего вступления надел маску, чтобы поддержать женскую панк-рок-группу Pussy Riot. Каким, мать его, боком она панк-группа, я до сих пор не могу понять. А это уж, извините, уже наш отечественный сайт км.ру, ну, шедевральный, шедевральный вынос, Faith No More выступила на разогреве у Pussy Riot. Тут уж не добавить, не убавить. Ну, и, в общем, вот это вот все вместе взятое, оно сразу же все-таки говорит о том, что не надо строить для себя никаких иллюзий. То есть, нам все время приходится, ну, нам, я имею в виду, здравым людям, да, то есть, не тем, кто, там, пиндосы-пиндосы или, там, проклятая Раша, Путин, сдохни. А вот тем, кто пытается все-таки разобраться в ситуации, нам все время приходится болтыхаться вот между этой ситуацией. То есть, с одной стороны, тебе хочется быть, ну, каким-то здравым, взмешанным патриотом, а с другой стороны, ты понимаешь, что, вот, ты, там, не знаю, любишь какую-то группу, а она ведет себя определенным образом. И, ну, понятно, что ты любишь и не за то, что она, там, что-то говорит помимо своих песен. Ты ее любишь, прежде всего, за ее песни. И это главное, да. То есть, не знаю, там, и Достоевский, и Лермонтов, и Пушкин, и Тургенев, и Чехов, они, по сути, ну, личности неоднозначные. К ним можно было бы выставить определенные претензии, как к людям, но мы их любим не за это. И нам ли их судить вообще-то, да? Мы их любим за их литературные произведения, абсолютно гениальные. То же самое и с музыкой. Музыка, она была, есть и будет, и никуда не денется. И я уже говорил, что, несмотря на то, что я в свое время очень сильно разочаровался в группе Металлика за их какой-то алчный нрав, но, тем не менее, я продолжаю их слушать с удовольствием. И это тоже уже фактически легенда, как бы люди на пьедестале. То есть, к ним никаких вопросов. Но все время это такой вот щелчок по носу, чтобы ты понимал, что ты живешь в России, что, как бы, тебе все время об этом будут напоминать с разных сторон. И особенно умилительно это выглядит, когда некоторые деятели, абсолютно не зная, ну, вот возьмем, например, личность Арнольда Шварценеггера, да, человек может поставить себе на аватар Шварценеггера. Меня очень часто упрекают о том, что я выставлю претензии людям, что у них не их лица. Я считаю, что это ваше личное дело, что вам ставят на ваш аватар. Вопрос не в том, что вы поставили, а вопрос в том, что вы от этого, от имени этого персонажа начинаете писать, и как вы это делаете. Вот тогда у меня возникает вопрос. А то, что вы себе что-то поставили, да, это, опять-таки, личное дело каждого человека. Так вот, человек ставит себе на аватар, допустим, Шварценеггера, и начинает строчить о том, что, ах, эти пидоры, 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 пидоры. А ведь Шварценеггер на самом деле выступал активно и продолжает выступать за права геев и лесбиянок. И это был одним из главных его пунктов в предвыборной его кампании, когда он баллотировался в Калифорнии и выиграл эти выборы. Или, например, человек с аватаром Шварценеггера начинает писать про проклятых, значит, бенгеровцев, хохлов и так далее, совершенно забывая о том, что Арнольд Шварценеггер выступил в поддержку Украины. И это на самом деле касается не только Шварценеггера, это касается очень многих известных личностей, которых некоторые деятели, совершенно не задумываясь, ставят себе аватара, а потом удивляются, а в чем, собственно, вопрос? Да, в общем-то, ни в чем. Peace. Ну, такой вот, не то чтобы грустный или веселый рассказ, просто перелистываем очередную страницу медийных войн и понимаем, что все-таки имидж нашего государства, там он, ну вот, сформирован определенным образом и разбить его крайне сложно. Но это только первая часть Морализонского балета, будет еще вторая, и она будет посвящена уже исключительно актерам. И это, конечно, тут еще трэш. Соответственно, вставляйте ваши комментарии вот там внизу. Вас в ближайшее время ждет еще пара выпусков из серии «Россия и чужой взгляд» однозначно. Увидимся. Пока. Пока.